Путин пока думает. Он получил ответ на свои требования и теперь затаился. Отдуваться за всех и подыскивать туманные формулировки приходится Лаврову. Мы войн не хотим, но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать наши интересы мы тоже не позволим. Январь 2022 года запомнится тем, что Запад взял да и занял принципиальную позицию. США и НАТО не пошли на компромисс, не стали юлить и присмыкаться, а просто влепили Кремлю отказ. Таким образом, ни обещания за хлопную дверь Североатлантического альянса перед носом у Украины, ни обязательства вернуться к статус-кво 1997 года, ни пересмотра принципов западного военного блока Владимир Путин не добился. И шантаж в виде сконцентрированных у границ Украины войск не принес результатов. Скорее наоборот, Брюсселе и Вашингтоне, кажется, не на шутку разозлились. Бесконечный поток угроз и оскорблений со стороны Москвы переполнил чашу терпения. В смысле, мы все увидели, что есть такая чаша, и она может переполниться. Как итог, усиление НАТО в Восточной Европе, укрепление позиций Киева на международной арене, вообще актуализация Украины и ее лидера Владимира Зеленского. Я слышал, что большинство стран Евросоюза и Восточного партнерства поддерживают позицию Украины. Все понимают, что цена агрессии в отношении Украины будет очень высокой. Если вся эпопея с пресловутыми гарантиями безопасности была для того, чтобы без потерь добиться ослабления Украины и шире постсоветского пространства, если, как считают некоторые эксперты, для Кремля истинной целью было получить обязательство Вашингтона не вмешиваться во внутреннюю и внешнюю политику Путина, если российский президент рассчитывал на снятие или хотя бы смягчение санкций в обмен на стабильность в Европе, то он проиграл. Он проиграл, если блефовал. Сказали, не будем расширяться. И расширяются. Пять. Пять волн расширил. Мы хотим обеспечить свою безопасность. То есть России ничего не было гарантировано за закрытыми дверями по поводу членства Украины и Грузии в НАТО. Я правильно вас понимаю? Да, вы верно поняли мой ответ. Если Путин блефовал, то на этой неделе наступит разрядка. Стороны, возможно, договорятся об инспекции объектов противоракетной обороны в Восточной Европе и заключении новых соглашений об ограничении вооружений. Может, даже придут к согласию по вопросу об особом статусе Донбасса. Впрочем, последний пункт маловероятен. Так или иначе, кризис начнет понемногу сходить на нет. Танки от границ отведут. Лукашенко разочарованно вздохнет. Европа вздохнет с облегчением. Ну а Москве придется принять как факт ослабление собственных позиций в конкуренции с Западом и окончательную потерю Украины. Но если я что-то понимаю о Путине, то мириться с поражением он не будет. Допустим, российский президент блефовал, но только отчасти, подразумевая наличие плана Б. И, боюсь, в ближайшие дни мы увидим очередной виток обострения. Просто потому, что когда он требует не забалтывать вопрос... Вы должны дать гарантии. Вы и немедленно, сейчас, а не забалтывать это десятилетиями. То взять и принять оплеуху от западных партнеров не может. Он должен доказать серьезность намерений. Чтобы боялись и уважали, чтобы американцы позволили ему строить вокруг себя ту самую империю. Чтобы отстали. Он ведь искренне, кажется, верит, что население Украины, Грузии, Беларуси, Молдовы и прочих постсоветских республик не станет сопротивляться российскому влиянию, если лишится поддержки Вашингтона. Ему необходимо разделить сферы влияния. И более того, он требует закрепить свою сферу на бумаге с печатью и подписью. Приятным бонусом был бы отказ Запада от санкционной политики. И тогда заживем. Россия будет торговать с Европой газом и нефтью. Российские чиновники и бизнесмены продолжат отдыхать на лазурке. Ну а остальные граждане России продолжат подвергаться давлению репрессивной авторитарной власти. С той лишь разницей, что никакого сочувствия, даже чисто декларативного, от Белого дома не будет. Вот идеальное развитие событий в представлении Владимира Путина. Как этого добиться? Не дипломатии же в самом деле. Будем добиваться не только заверений, не только политических обязательств на бумаге, но и юридически обязывающих гарантий. Главный российский дипломат продолжает настаивать на гарантиях. Как будто пропустил письма от американцев и НАТО. Гарантий сказано не будет. Но Лавров заявляет, что МИД направил официальный запрос, цитата, коллегам в странах Альянса и ОБСЕ с настоятельным требованием разъяснить, как они намерены выполнять обязательства не укреплять свою безопасность за счет безопасности других, конец цитаты. От ответа будут зависеть предложения Министерства иностранных дел Владимиру Путину. Путин, мол, их изучит, а дальше уже будет принимать решения. Складывается впечатление, что в Кремле тянут время. Возможно, финальный план еще не составлен, но, на мой взгляд, обязательно где-то в Украине рванет. Думаю, вопрос сейчас лишь в том, насколько серьезно рванет и где именно. Самая очевидная перспектива — Донбасс, куда российские депутаты, наконец, предложили поставлять оружие. Как будто его там не было, но важен сам факт открытого призыва. Мы обращаемся к руководству нашей страны оказать помощь Луганской и Донецкой республикам в виде поставок, необходимой для сдерживания агрессии военной продукции, а также предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан. Коллеги господина Васильева из КПРФ не отстают. Они, как мы знаем, посчитали необходимым обратиться к Путину с тем, чтобы Россия признала независимость ЛНР и ДНР. Путин пока не признал, но зато пообещал Донбассу соцвыплаты. Как раз на днях ростовский губернатор Голубев заявил, что гражданами России стали уже более 720 тысяч жителей непризнанных республик. Одним словом, есть кого защитить в случае крайней необходимости. Задача ведь состоит в том, чтобы произвести впечатление на Запад. И в Москве сейчас определяются с аргументом в споре о том, кто хозяин на пространстве бывшего СССР. Людей, сидящих в администрации президента России, подбадривает наверняка тот факт, что Запад при всей жесткости ответа по так называемым гарантиям безопасности все-таки колеблется. Точнее, у некоторых стран-членов НАТО есть очевидные сомнения, прежде всего в вопросе санкционной политики. Это вполне откровенно признает президент Байден. Россия будет привлечена к ответственности, если вторгнется. И это зависит от того, что она сделает. Одно дело, если это будет незначительное вторжение, тогда нам придется спорить, какие меры принять. И в целом общеизвестно от перспектив разрыва отношений с Россией не в восторге Германия, главная экономика Европейского Союза. Об этом мы еще отдельно поговорим. Не в восторге и Франция, по крайней мере Эммануэль Макрон, он выступает за диалог вне зависимости от обстоятельств. С Макроном Путин поговорил в конце прошедшей недели, как сообщают источники Guardian на Елисейских полях. В телефонной беседе с французским коллегой Путин заявил, что только с Макроном может вести серьезную дискуссию. Они общались больше часа. Французский лидер периодически произносит фразы, звучащие как музыка для ушей Кремля, например, о смерти мозга НАТО. У Парижа не последнее слово в ЕС, а с Байденом у Франции дела не очень. Осенью прошлого года они разругались из-за скандала с новым оборонительным союзом США, Австралия, Великобритания. Так что в контексте внутринатовской грызни Макрон Путину полезен. Выступил в пятницу и новый канцлер Австрии, который, разумеется, призвал стороны к диалогу. И, кстати, напомнил о ценах на газ. Разумеется, конфликтная ситуация между Украиной и Российской Федерацией также является драйвером цены на газ. Стопроцентная поддержка Кремлю гарантирована от Венгрии. Премьер-министр Орбан сегодня в Москве, и он заранее объявил, что хочет обсудить увеличение поставок российского газа в его страну. Это даже не прозрачный намек, а громогласное заявление о поддержке со стороны Будапешта. Манипулировать энергозависимостью Европы от России Путин может и будет. Точнее, уже манипулирует. Сигнал старому свету очевиден. Это не ваша война. Мы разбираемся с соседом, который не является членом ЕС. А вы можете пострадать и, к примеру, лишиться тепла холодными зимними вечерами. Все из-за того, что вас принуждают американцы. Сами-то на другом континенте ничем не рискуют, а вами помыкают. Было бы глупо утверждать, что в Европе никто с подобной трактовкой происходящего не согласен. В итоге выходит, что, с одной стороны, ответ Запада на требования России однозначный и принципиальный, а с другой есть нюансы. В случае масштабного обострения найдутся те, кто предпочтет компромисс. Компромисс с опасным парнем из далекой России, обладателем ядерного оружия и убедительного эго, требует и кое-кто в США. Главным лицом движения против американского вмешательства в украинскую войну выступил ведущий консервативного телеканала Fox News, Такер Карлсон. Мы его здесь уже цитировали. Он того стоит. Украинский чиновник сообщил СНН, что переговоры Байдена и Зеленского прошли не очень. Это свидетельствует о разладе многовековой дружбы Украины и США. Это сарказм. Такер троллит Байдена за его озабоченность с судьбой Украины, имея в виду, что США должно быть все равно, что там вообще творится, будет война, не будет войны. Это не касается американцев. Материалы Карлсону подкинул главный конкурент. Либеральный СНН сообщил о звонке президента США Владимиру Зеленскому. Беседа, цитата, прошла нехорошо. Послушайте только, что пишет Наташа Бертран с СНН. По данным высокопоставленного украинского чиновника, Байден сказал Зеленскому, что Россия почти наверняка нападет на Украину и Киев может быть взят. И Байден якобы сказал, готовьтесь. Что? Что? Байден больше озабочен Россией, чем президент Украины? Нам не нужна война с Россией из-за какой-то Украины. Вот главная мысль. Такер, возможно, не в курсе, что США не планируют участвовать в боевых действиях, что называется, на земле. Они об этом множество раз заявляли, и я им верю. Неудачный, мягко выражаясь, афганский опыт у Байдена перед глазами. Впрочем, в подробности Карлсон не вдается, а вслед за ним и его фанаты, каковых немало. Занятно, что другие обозреватели Фокс придерживаются традиционной линии республиканских ястребов. Вот, к примеру, легендарный друг Дональда Трампа Шон Хеннеди. Русские проверяют нас на прочность. Байден эту проверку провалил. Надо ли говорить, что народ Украины очень-очень встревожен? У Хеннеди, как и у большинства представителей консервативной элиты, взгляд традиционный. Байден слаб, он позволяет Путину вертеть соседями, демократам плевать. Вообще, консервативная американская пресса высказалась в целом в поддержку Украины. Вот что пишет National Review. Вашингтон не решается сделать что-либо, что может быть истолковано в Москве как эскалация. Белый дом скорее поддерживает экономические интересы Германии, чем интерес Украины в сохранении ее независимости. Но украинцам нужно больше техники, включая противотанковые ракеты «Джавелин» и системы ПВО. Администрация Байдена должна дополнять поставки оружия жесткими санкциями уже сейчас, а не после того, как Россия нападет. Издание поддерживает законопроект, предложенный республиканцами в Конгрессе под названием Guard Act. Это аббревиатура по первым буквам слов «Гарантируя суверенитет Украины усилением ее обороны». Документ предлагает немедленно увеличить поставки летального оружия в Украину, повысить ежегодное финансирование украинских вооруженных сил и убить санкциями газопровод «Северный поток-2». Издание «Комментари» публикует статью под заголовком «Защитите Украину сейчас». Автор убежден, вся структура европейского миропорядка перед страшной угрозой. Чтобы обеспечить дальнейший мир в Европе, поскольку агрессия Путина в Донбассе, безусловно, не прекратится, потребуется значительная американская вовлеченность. В случае невыполнения Америкой своих обязательств, российский левиафан сможет безнаказанно подрывать безопасность соседей, вплоть до их уничтожения одного за другим. И вновь здесь повторяется призыв к властям США. Не ждите вторжения, вводите санкции сейчас, в том числе против, цитата, «российских олигархов», помешайте запуску «Северного потока», ну и так далее. В «Остриджорнал» в том же духе пишет, что у Вашингтона есть все возможности как минимум повысить ставки для Путина. Но вот в чем штука. Вводить ограничительные меры против Москвы, не дожидаясь вторжения, Байден уже не может. Ведь сейчас все американские дипломаты повторяют «давайте разговаривать и решать проблемы там, где это возможно». Есть так много других проблем, волнующих как американских граждан, так и российских граждан. От вызова под названием пандемия коронавируса до вполне реальных экономических забот. На этом фоне обрушить на Москву санкции Вашингтон не готов. Мяч на стороне Путина. Байден ждет и обострять точно не станет. Его позицию разделяют демократы в Конгрессе. Что думают по поводу обострения рядовые американцы? По данным Pew Research, 49% жителей США считают Россию соперником, 41% врагом. Демократы и республиканцы, что интересно, придерживаются в этом вопросе единой позиции. Еще интереснее, что 26% американцев рассматривают российскую военную активность у границ Украины как серьезную угрозу для США. 33% считают угрозу небольшой. Столько же не понимают, как относиться к происходящему. И только 7% не видят в ситуации никакой проблемы для Штатов. Как пишет либеральный журнал «Атлантик», американцы не хотят вмешиваться в войны других наций, но им крайне важно, чтобы их страна выглядела на мировой арене силой, несущей благо и добро. В целом, обострение в Европе в американской прессе освещается более чем активно. Это, пожалуй, международная тема номер один. В последние дни я много говорю с западными СМИ. И каждый раз журналисты задают вопрос, что же думают россияне? Им-то как все происходящее? Неужели они за большую войну? Жаль, что убедительных социологических исследований на эту тему мы пока не видим. Зато видим, как работает пропаганда. Если это зависит от Российской Федерации, войны не будет. Вот министр иностранных дел отвечает на вопросы четырех радиостанций. Заявление, которое мы только что слышали, само по себе, может и обнадеживающее, но в целом ничего особо не меняющее. Как мы тут уже говорили, ничего конкретного дипломат не говорит, потому что не знает, ждет Путина. Не менее интересным, чем ответ министра, мне представляется вопрос так называемого журналиста. Если позволите процитировать моих подписчиков, они ставят этот вопрос таким образом. Когда жахнем по Вашингтону, сколько будем сопли жевать? Понятно, что главред Арти Маргарита Симоньян – классический милитарист. Она за мясорубку и желательно прямо сейчас. Симоньян давно и прямо призывает Россию-матушку забрать Донбасс домой, показать Украине ее место и шире поставить на место Запад. И, возможно, не стоило бы обращать внимание на ее кровожадные заявления, если бы главред Арти высказывала личную точку зрения, не имеющую отношения к редакционной политике гигантского медиахолдинга. В целом, позиция российского федерального телевидения едина. Методичка-то одна. Я на всякий случай посмотрела разных, чтобы убедиться. А я хочу встречаться. Я не боюсь никакого формата. Нужно договаривать. С кем договариваться? С тобой, что ли? Ничтожество. Удивительное дело. С одной стороны, мы видим чудовищную ненависть и агрессию. С другой, утверждается, что войны Россия не хочет, и что если она будет, то только из-за Украины, которую гонят на войну, кто? Правильно. Америка. При этом их подталкивают с такой ненавистью, с такой силой, подталкивают англосаксы. Если почитать комментарии в чате трансляции, то волосы дыбом. Понятно, что делать выводы об общественном мнении в России на основании этих сообщений нельзя. Тем более, что, к примеру, в чатах трансляции «Дождя» пишут люди с абсолютно пацифистским настроем. Спасибо вам. И все же предполагаю, что определенная часть российского населения считает угрозу НАТО реальной, а украинское государство исторической ошибкой, которую требуется исправить. Последние дни как будто отодвинули угрозу большой войны. Все вроде бы немного успокоились, но мне представляется, что опасность совсем не миновала. Скорее наоборот. Это был только фрагмент программы «Катрикадзе иностранных дел». Выпуск полностью вы можете найти на сайте по подписке tvrain.ru. Вы знаете, что без вашей поддержки мы работать не можем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...